Шаббат шалом дорогая община Прекрасное шаббатнее утро Прекрасное солнечное утро и прекрасное время, чтобы углубиться в познание Божьей истины Давайте мы встанем на наши ноги и произнесем молитву Благословен Господь и Бог наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и давший нам свою Тору Благословен Господь, дающий Тору Аминь Присаживайтесь, пожалуйста На этой неделе мы начинаем с вами изучение третьей книги Торы Книга, которая называется «Ваекра» или известная также как «Книга Левит» Наша недельная глава, она называется также «Ваекра» И это первые пять глав данного раздела Торы Сегодня у нас такое служение насыщенное, поэтому я буду сегодня немногословен, краток Но попытаюсь основные моменты и принципы, которые Бог хочет нам показать, осветить И название главы «Ваекра» «И возвал» Или «И призвал» И мы видим, что Бог призывает Маше и дает ему определенные повеления И какие же дает он ему повеления? Он дает ему повеления о жертвоприношении Говорится о жертве всесожжения, говорится о хлебном приношении Говорится о жертве мирной, жертве за грех и жертве повинности Вообще, если мы с вами посмотрим, то вся книга «Левит» Она в принципе говорит о жертвоприношении, о обязанности священников Связанных с этим вопросом и о законах, связанных с жертвами В нашем народе, в еврейском, называется Это книга «Торы, Тарат Кааним» Это учение священников И, вы знаете, зачастую христиане Нового Завета Дохотя до этой книги Священного Писания Они ее не сильно, скажем так, любят читать Иногда даже пропускают, иногда просматривают бегло Аргументируют это тем, зачем нам нужно то, что уже в принципе не практикуется Зачем читать об этих скучных, непонятных, а некоторые думают Даже жестоких убиениях бедных животных в таком количестве Зачем это сейчас надо, ведь за нас уже принесена совершенная жертва Ишоа Мессии Те жертвы уже не актуальны И, вы знаете, действительно, мы с вами не имеем нужды В каждом дневном приношении жертв животных Наша с вами жизнь, наша с вами вера, наше с вами спасение Оно созиждется на жертве нашего Господа и Спасителя Ишоа Мессии И в послании к евреям, в 10 главе с 1 по 18 стих Этот вопрос очень красиво и прекрасно Дух Святой нам открывает Я прочитаю вам этот отрывок Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей Одними и те же жертвами каждый год постоянно приносимыми И никогда не может сделать совершенными приходящих с ними Иначе перестали бы приносить их Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды Не имели бы уже никакого сознания греха Но жертвами каждогодно напоминается о греках Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи Посему Машеях, входя в мир, говорит Жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе Тогда я сказал Вот иду, как в начале книги написанное мне Исполнить волю твою Божию Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения Ни жертвы за грех Которые приносились по закону ты не восхотел И не благоизволил Потому прибавил Вот иду исполнить волю твою Божию Отменяя первое, чтобы поставить второе По всей той воле освящены мы Единократным принесением тела и шоем Мессии И всякий священник ежедневно стоит в служении И многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут исцелить грехов Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога Ожидая затем, до голи враги его будут положены в подножие ног его Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых О сем свидетельствует нам и Дух Святой Ибо сказано Вот завет, который завещаю им После дней тех, говорит Господь Вложу законы мои в сердца их И в мыслях их напишу их И грехов их более не вспомяну И грехов их и беззаконий их не вспомяну более А где прощение грехов, там не нужно приношение за них Слава Господу Вы знаете, Дух Святой, который говорит Тот самый Дух Святой, который говорит нам в этом отрывке местописания Он же говорит нам во втором послании Тимофея Говорят, что все Писание Бога одухновенно и полезно для научения Для исправления, обличения, наставления в праведности Да будет совершен всякий Божий человек Ко всякому доброму делу приготовлен И книга Левит, она полезна для нас Это очень важная книга И она очень для нас с вами важна и полезна Потому что читая о жертвах, которые предлагает нам книга Левит Мы можем видеть не только ритуально-обрядовую часть Которую нужно было делать Или порядок животных Как приносилось что Мы можем видеть в этих жертвах Это сокрытый духовный смысл Который стоял за всем То, что предлагал Бог делать Своему народу И мы знаем с вами, что все жертвы Которые представлены нам в Ветхом Завете Они ведут к совершенной жертве Ишуа Мессии Жертвы, принесенные за каждого из нас И мы можем видеть, что для Бога важна не сама жертва Как жертва Для Бога важно сердце человека Который приносит эту жертву Сердце человека, который понимает то, что он делает И книга Левит, она еще интересна тем Что в нашем народе ей дают особенное значение Я скажу, что вы знаете, что детей начинают обучать Торе Именно с книги Левит Потому что в книге Левит говорится в жертвоприношениях О том, что приближает человека к Богу И стремление нашего народа всегда было приблизиться к своему Творцу Да, были времена, когда народ отходил Но оставалась группа людей Всегда был остаток, который стремился приблизиться к Богу И начинается наша глава следующими стихами Левит, первая глава, первый-второй стих И призвал Маше Бог и сказал ему из шатра откровения, говоря Обратись к сынам Израиля и скажи им Когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву Богу То из кота крупного или мелкого приносите жертву вашу И интересное начинается с самого начала Во-первых, мы видим то, что Бог исполняет свое слово Слово, сказанное в книге Шмо, 25 глава, 22 стих Когда он говорил, что устроя из кинию Что он будет иметь отношение, говоря из кинии Там я буду открываться тебе и говорить с тобою Это были сказанные слова Богом Что именно там будет место божественного откровения Которое Бог будет давать израильскому народу через Моисея Бог исполняет слово Все его слово, оно всегда исполняется Второй интересный момент в этих стихах Мы можем видеть то, что Бог, он не навязывает своему народу Он не навязывает своему творению приносить жертвы Он дает человеку право, возможность сделать этот шаг самостоятельно Во втором стихе мы читаем о том, что написано Если кто захочет Это было действие человека, которое он делал самостоятельно По своей воле И другими словами можно сказать, что Бог приглашал человека Приглашал его народ иметь взаимоотношения Взаимоотношения с Творцом Выдвигая, правда, конечно, определенные условия Но он делал это предложение Богу И уже предложение человеку И уже человек, он делал свой выбор Откликнуться на Божий призыв или нет Это было решение человека И знаете, я хочу сказать, что мы знаем с вами, что вообще Устремлением Бога это было то, чтобы иметь близкие отношения Со своим творением, со своим народом И целью построения мешкана Как раз вот и было желание Бога приблизиться к народу Желание Бога обитать среди своего народа И мы с вами знаем, что основное действие, которое производилось в Скинии Это было как раз перенесение жертв И постоянное вот это вот переношение жертв Было как раз напоминанием израильскому народу В том, что они нуждаются в прощении грехов И они имеют нужду в самом Боге Божьему народу нужен Бог Бог есть источник жизни И вот Скиния, которая находилась среди своего народа Она была напоминанием Каждодневным напоминанием народу О связи его с Богом И вы знаете, я хочу сказать, что Вообще жертва, понятие жертвы Давайте поговорим о жертве Жертва, слово жертва, карбан Оно имеет корень Происходит, корнем этого слова является Каров, что значит близкий И таким образом жертва это что? Это то, что приближает человека к Богу Но мы с вами должны также понимать Что не сама жертва, не само вот это вот животное Как животное, оно приближает человека к Богу Потому что иначе бы, если бы у нас было такое понимание и мышление И мышление такое было в то время у еврейского народа Это ничем бы не отличалось от мышления языческих народов Которые имели такое понимание Что я дам что-то Богу Бог взамен даст мне что-то Нет, ни в коем случае Понимаете, вопрос того, что Богу приближала человека его вера Понимание того, что это действие То, что определил Бог сделать Что человеку нужно приближение к Богу Что есть грех, который стоит между человеком и Богом И человек нуждается в том, чтобы приблизиться к Богу Его вера Вера, она как тогда, так и сейчас является ключевым моментом Всегда, потому что без веры угодить Богу нельзя И это нельзя было сделать не в то время Это нельзя было сделать и в наше время Писание вечно Нет у Бога, что одни слова Он говорит для Ветхого Завета Другие Он говорит для Нового Завета Бог не изменен Другой вопрос, что мы С помощью Духа Святого, который живет в наших сердцах Мы многие вещи понимаем в более расширенном, открытом варианте Бог это говорит нам как верующий Нового Завета И вы знаете, я хочу сказать, что приношению жертвы Вообще, мы видим в вопросе, предлагаемый в нашей главе ветхозаветних жертв Мы видим, что приношению жертвы всегда предшествовало определенное чувство или состояние человека Человек понимал, что или он согрешил, или человек имел чувство благодарности к Богу Это было понимание нужды в Боге, нужды в приближении к Богу Это не было своего рода торги, что я дам тебе что-то, ты дашь мне это взамен Ни в коем случае Человек приходил в Скинию собрание, понимая, что это место Божьего обитания Человек приходил с пониманием того, что он нуждается в том, чтобы приблизиться к Богу И он приводил животное или приносил жертву, ожидая состояние этого сближения Ожидая этой встречи с самим Творцом И рассматривая данный раздел Торы, мы видим, что животные, приносимые в жертву Они должны были быть, в принципе, домашние Всегда говорится, что должны были быть домашние животные Не говорится, что это может быть дикий козел или что-то Животное должно было быть домашнее Почему так? Потому что это должно было быть животное Жертва, над которой человек прилагал усилия Над которой человек трудился Человек или должен был заплатить цену определенную за это животное, за эту жертву Но были, конечно, исключения Мы видим, что есть исключения, что человек мог принести также двух диких голубей Почему такое исключение? Почему такие моменты? Потому что Бог желал приближения каждого человека И даже малообеспеченные слои общества, они имели возможность приблизиться к Богу Поэтому мы видим, что когда говорится о жертвах, говорится от большей к меньшей Чтобы каждый человек мог иметь эту возможность Независимо от того, какой он имеет материальный достаток или возможности Вообще интересно, что в отношении даже вот взять этих птиц Касательно жертвы за грех, вот момента, когда человек нуждался в прощении Божьем То человек мог принести в жертву, даже если он был настолько беден Что у него не было возможности приобрести этих птиц Или он был больной или в возрасте таком, что он даже не мог споймать этих птиц, к примеру Он мог принести просто определенную, конечно, часть Богом муки Это то, что в принципе это хлеб, который есть в каждом доме Потому что хлеб дает жизнь И человек мог принести, он давал эту жертву И он так же само получал прощение Так как тот, кто приносил быка или овна Тот, кто имел более возможности И вы знаете, но у любой медали и у Писания есть грани У медали есть стороны, и у Писания есть грани И вы знаете, вот вторая сторона медали данного вопроса Мы видим вот в этой позиции от большего к меньшего Мы можем смотреть, что человек может быть приносить по своими возможностями Бог хотел приближения каждого человека Но так же само Бог хотел, чтобы человек отдавал Богу лучшее Начиналось все с большей жертвы Потому что стремлением человека должно быть отдать Богу лучшее То, что он имеет И Бог понимал, в принципе, предлагая этот момент Он понимал и он знал состояние каждого материальной Возможности каждого материальной, правильно? И мы видим потом в Писании, что неоднократно потом Бог Он упрекал израильский народ за то, что они имели мышление Не давая для Бога лучшие жертвы А пытались дать хромлющие Пытались сделать жертву более, скажем так, незначительную Имея возможность сделать, скажем так, жертву более значительную И Бог периодически в этом вопросе упрекал И знаете, время поджимает, но скажу так Что понятие жертвы, оно не утратило своего смысла и сейчас Жертва, мы и сейчас с вами Писание говорит, я скажу словами Писания 1 Петра, 2 глава, 5 стих Говорит о том, чтобы мы устрояли из себя дом духовный Чтобы приносить духовные жертвы Благоприятные Богу, Ешуе Мессии И сейчас же, как и тогда, мы должны приносить самое лучшее Мы должны приносить самое хорошее Мы должны молиться не на ходу бегом А прийти и найти лучшее время Стать пред Богом, молиться Мы должны жертвовать, не думая о том, что мы теряем Ни в коем случае, жертвуя, мы приобретаем Жертвуя, мы обогащаемся самим Богом Это должно быть наше с вами понимание Вы помните притчу о Царстве Божьем, который говорил Ешуа О жемчужине, что человек, нашедший жемчужину, он продавал все И мы с вами, мы должны, готовы отдать все Самое лучшее, что у нас есть И вообще, как говорится в послании Заканчивая, как говорится в послании римлянам 12 главе Я прочитаю слова апостола Мы должны принести свои жизни на алтарь Богу Наша жизнь должна быть жертвой Жертвой, здесь говорится о жертве Аллах Вот жертвой всесожжения, жертвой живой Процитирую Слово Божье Римлянам 12 глава 1 стих Итак, умоляю вас, братья Милосердием Божиим Представьте тела ваши в жертву живую Святую, благоугодную Богу Для разумного служения вашего Пусть Бог поможет нам это сделать Во имя Ешуа Субтитры подогнал «Симон»